Устроил вот эту дорогу на деньги федералов и республики, но не хватило чуть пресс. Вот здесь стенка, что у нас тут делается. Там осталось стенки, вот этот переход не остался. Также там сидят трамвайные пути. Вот для того, чтобы стенку и вот этот переход доделать, это 30-40 миллионов. Здесь мы должны доделать ходные группы, соответственно, вы помните отделку фасада. Нет, а где здесь ходные группы, если здесь окна стоят? А мы сейчас пойдем увидеть. Если есть извещение Гасну, а начало строительства, как поставлена их работа? Они визуальны, а кто-то... Просто, как бы, часовая отделка по их квартирам. Есть документации градостроительные, которые, согласно прошедшего проекта и экспертизы, должны быть достроены. Понятно, что ваши квартиры сейчас полностью готовы. То есть я посмотрел готовность, заселяйся и живи. Но, чтобы обеспечить безопасность людей, проживающих, в том числе ваших детей, эти вещи, они неразрывны с жилым комплексом. Поэтому мы будем сейчас требовать от застройщика изыскывать средства и завершать в кратчайшие сроки. Сам подъезд, сами жилые квартиры готовы. Степень готова с того дома 90%. Вот фотография внутри. Там все стены есть. Это не пустая коробка, как лучше Лорлов. Вот, они аж, как говорили, там есть электрика до 15 лет назад. То есть там сетение. Сети подведены в плотную. Я знаю, давайте зайдем. В такой ситуации уже согласны и так принять. То есть дальше уже вы, да, все это делали? Дальше, ну, конечно, сейчас уже выбирать не приходится. Мы вот тоже в таком состоянии в первом доме приняли. С большим удовольствием. Сколько вы ждали с датчиков в кратках? У нас 14-й год. У нас в первую очередь два дома, у них одна очередь. Ага. 14-й год. Должно было быть. Да, просто здесь подрядчик был более активный. Поэтому это достроили, а первые... Ну, здесь вопросы остались у вас какие-то? Здесь нет. Здесь людям надо... Я думаю, что уже заселиться, быстрее и все. Ну, почти пять месяцев комиссия во главе с первым замом занималась. И сейчас мы твердо можем сказать, что через неделю, фактически дом будет принят вот сегодня-завтра, и через неделю уже можно будет приступать к часовой отделке, дом будет сдан. К сожалению, всех дольщиков порадовать не можем. Предстоит большая работа по остальным домам. Но вот первая ласточка, скажем, вторая первая ласточка, которая вот из фоновских проблем домов работы комиссии, вот этот дом будет сдан. И мы твердо можем пообещать дольщикам, что ключи получатся для того, чтобы начать отдыхать. Здесь вот школы сейчас по земле надо разрежевать, чтобы вот эти все вопросы надо снять с прокси-мой системы. По третьему-четвертому дому давайте вопросом. Вот давайте по третьему-четвертому дому. Вот смотрите, Нарих, вот год они стоят. Даже не убирают опалубку элементарно. Не могут убрать. Год стоит, плиты все, вода проникает, все там разрушается, все равно это монолит, я понимаю. Но все равно, как бы, я не считаю, что это хорошо. Давайте какого-нибудь застройщика рассмотрим. Азат Роберт, по-моему, мы на совещании у меня подробно обговорили, что Азат Роберт, Бриз и компания фонд взяли 10 дней, когда они решат вопрос вывода из-под залога и решат земельные вопросы. После этого мы сможем синий дом, так называемый, установить графики, строительство почерпо. И назвать вам срок, когда мы завершим строительство и ввод следующего дома. По этому дому я вам сказал, сегодня комиссия работает, может, завтра введем в эксплуатацию, но не позже, чем через неделю, вы получите так называемые уже ключи и начнете отделывать квартиры. По тому дому сможем ответить, вот мы три дня назад с вами встречались, мы сказали, дайте нам 10 дней. Вот через неделю мы вам сроки ответим. Как только пройдет переговорный процесс между фоном, Бризом и банком по освобождению земельного участка, мы сможем уже обозначить график стройки по тем домам, которые, как вы говорите, год в таком состоянии стоят. Я тоже ведь не волшебник. Я вместе с вами, мы ищем, как решить этот вопрос. Но мы приехали, вы видите, все здесь. Продолжение следует...